Я верю, я знаю, что вы тоже верите, что наш Бог живой. Аминь. И знаете, у меня всегда на сердце, вот мы на домашней группе на последней поклонялись, и такое присутствие пришло. Мы ничего особенного не делали. Вот серьезно. То есть это не была какая-то там, не знаю, мы не готовились там специально, мы не говорили, так, давайте в этот вторник вот будем так поклоняться, чтобы было особенное Божие присутствие. Нет. Я даже иногда думаю, от чего это зависит? Как бы, ну, наверное, я верю в суверенность Бога, да, и верю, что Бог, Он сам решает, где, как Ему приходить. Но мы видим в слове, что Бог говорит, на жаждущий я и залью, да. И вот, знаете, это вот, наверное, ну, это не то, что секрет, да, но есть какие-то ключи, да, к присутствию, да. И самое интересное, что я верю, что когда Бог приходит в своем присутствии, это не просто так. То есть у Него всегда есть какая-то цель, Он хочет что-то совершать. И вот сейчас мы когда молились, я спрашиваю Господь, ну, вот, ну, понятное дело, мы, ну, воскресенье, да, мы собираемся, мы не можем не собраться, да, в нашем собираемся. Вот за редко, вот, допустим, 24 года уже по воскресеньям собираемся. Вот за редким исключением. Вот, поэтому, наверное, если бы мы не собрались, это было бы странно, да. Но и в то же время, знаете, не хочется, чтобы наше собрание было такое, как бы, ну, потому что, как бы, надо. Ну, типа, сейчас бы на самом деле бы дома бы сидел там, телевизор смотрел, да, или там, чем-то еще занимался, да. Ну, понимаете, да, о чем я говорю. То есть я верю, что, ну, так не должно быть. Я верю, что каждое собрание, это должно быть время, когда мы собираемся вместе, мы ожидаем Господа, да. Знаете, я верю, ну, в поклонение, когда мы с Богом приходим, да, к Нему, и мы переживаем Его. Это, ну, это обязательно должно быть. Но есть что-то особенное, когда мы собираемся вместе. Есть что-то особенное, сто процентов. Вот, и я верю, что, ну, собрание, да, это время, когда мы собираемся, и Бог что-то хочет делать особенное в нашей жизни. Аминь. Вообще Бог всегда что-то хочет делать, да. Он хочет говорить нам, да, Он хочет, чтобы мы открывали свое сердце. Но мы так заняты порой, да. Мы так порой чем-то увлечены, что-то в наших сердцах там происходит, что порой мы даже пропускаем и забываем об этом. Иногда мы приходим в воскресенье. Слава Богу, кстати, что ты пришел, молодец. Повернись к соседу, скажи, ты в правильном месте, в правильное время. Ты все правильно сделал, ты уже молодец. Но есть что-то большее. Аминь. 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя. И лукавый не прикасается к Нему. Аминь. Знаете, я, когда я первый раз, вот первый раз, прочитал это местописание, а на тот момент у меня была борьба со грехом еще. То есть я не сразу оставил, так сказать, да, все грехи. Вот. Были у меня определенные проблемы. Вот. И первое, что я подумал, наверное, значит, я не рожден от Бога. Вот это была первая мысль, которая меня посетила. Меня этот вопрос мучил. Вот. Он меня мучил, потому что, ну, я вижу, что в слове написано. Да? Вот. Ну, как так? Если я рожден от Бога, значит, я не должен грешить. А если я все до сих пор еще как бы грешу, то, может быть, я и не рожден? Ну, я отказываюсь в это верить. Ну, в тот момент я вообще говорю, нет, нет. Я рожден. Меня научили, знаешь, как это. Харизмат попал в ад, да? Там баптист сидит, там все конфессии, в общем, представлены. И Харизмат попал. Ему говорят, а ты-то как попал? Он говорит, а мы что в аду? Он говорит, да. Я не исповедую, что я в аду. Ну, то есть, да, я не принимаю. Нет, я не верю. Ну, и что, что, да? Вот. Но, знаете, и у меня был вопрос. Ну, как так? Ведь я верю, что я рожден от Бога. Я верю, что я рожден свыше. И вот это, кстати, такой вопрос вообще интересный очень. Он, с одной стороны, очень простой, да? Вот. С другой стороны, очень сложный. Ну, когда вот, в какой момент человек рождается свыше? Вот в какой момент? Но я верю, вот, и мы так всегда верили, что в момент покаяния. Ну, иногда споришь на человека, он вроде покаялся, но такое ощущение, что он свыше не родился. Да? Или думаешь, иногда вроде человек свыше родился, но иногда такие дела творит. Думаешь, вообще родился он свыше, нет? Может ли рожденный свыше человек, ну, так грешить, да? Как иногда христиане себе позволяют. Не мы с тобой. Давай сразу. Мы святые люди, скажите, я святой человек. Вот, но, но знаете, я четко понял одну вещь, что есть, ну, большая разница. Видите, с другой стороны, слово говорит, что мы никогда не сможем исполнить закон, да? И, ну, когда, знаете, человек спрашивает, ну, а что ты вот, допустим, неверующему проповедуешь? Ну, а что ты прям вообще не грешишь? И ты как бы хочешь сказать, ну, да, вообще не грешу. А потом вспоминаешь, как там с женой поругался, там, да, что ты там помыслил, там, что-то неладное, да? Вот, не дай бог, там где-то кого-то обманул, там, или еще слукавил, да? И ты, и ты вроде хочешь сказать, что да, а потом так себя так думаешь, подожди, ну, 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 ты не можешь быть совершенным. Сто процентов. Да? Да, иначе, иначе из тебя там такая гордость полезет. Ну, ну, не можешь ты быть. Все равно в чем-то, да, вот. Я думаю, даже это хорошо. Ну, не то, что грешить хорошо, не подумайте. Не выдирайте из контекста, что это слово говорит, что мы не можем исполнить закон, чтобы мы никогда и не надеялись, и не пытались, да? Вот. Но все-таки слово говорит с другой стороны, что рожденный от Бога не грешит. Я, знаете, понял такую разницу. Бывает, когда человек грешит, но при этом он не соглашается и имеет борьбу внутри. И вот я верю, что это рожденный свыше человек. И это один из признаков, кстати, что человек рожден свыше. Если ты не можешь спокойно грешить, если грех доставляет тебе чувство вины, неудобства, ты не можешь, да, но тебе плохо. То, знаете, там, соврал. Ну, вообще пустяк. Вот пустяк. Ну, допустим, там. Не, ладно, даже без примеров. Ну, вообще какой-то несущественный. Ну, это грех, все равно грех. Ну, несущественный вопрос вообще. И ты ходишь потом, и чувство вины, знаешь. И Дух Святой тебя обличает, и ты уже не можешь нормально. И смотришь, что там, допустим, человек какой-то, просто там, жесть что творит. И нормально. Спрашиваешь, тебе вообще нормально так жить? Да, что такого? И думаешь, как? Как? Можно с одной стороны верить, говорить, что я люблю Иисуса, и при этом, ну, творить какой-то грех. Я, знаете, я понял, что вот это есть большая разница. Одно дело, когда у тебя есть борьба, да, и ты никогда не сдаешься, и ты говоришь, я буду, ну, вообще вот прям сражаться до тех пор, пока победа не придет нужна. И другая, и другой, и то же самое, может быть, человек то же самое абсолютно делает. Точно такой же грех, да. Но при этом он может оправдывать и говорить, ну, мы же все несовершенны. Ну, как бы, ну, вот я такой. Знаешь, как человек, ну, что я могу поделать? Ну, я вот такой. Ну, вот люблю я. Что-то там, да. Вот. И это, знаете, как, это два разных состояния. Два разных состояния. Хотя грех может быть один и тот же. И я знаю, ну, я как из своей жизни, я знаю, что могут приходить в нашу жизнь, может быть, ты не разобрался еще до конца с какими-то вещами. Можно. Может быть, ты разобрался, а потом раз, и опять что-то пришло. Такое тоже бывает, да. Ну, мы же, давайте так, мы честно, да. У христианства это же честность, да? Аминь. Это же честно. У нас же не это, как, знаете, мы же здесь не собираемся, чтобы каждый показал себя святым человеком, да. Ну, Бог все равно знает. Вот. И святость наша, она как запачканная одежда. Потому что он свят, да. И вот я верю, друзья мои, сейчас вот я подхожу к тому, о чем мы будем молиться. Я верю, что есть время, когда нам надо просто очень сильно противостоять греху. Вот прям в своей жизни. Вот прям вот я знаю, что есть люди здесь, у кого есть борьба. Знаете, пастор, он такой человек, он чуть больше знает. Ну, чуть-чуть. Вот. И вот я верю, друзья мои, что вот Божье присутствие, я вообще сегодня хотел продолжать о поклонении, говорить о Его присутствии. Я верю, что Его присутствие, это как раз то время, и та атмосфера, где ты входишь в победу свою, да. Если у тебя что-то не получалось, или есть какие-то вещи, которые сегодня, может быть, никто не знает, да, и ты боишься о них вообще рассказывать. Вот ты когда к Богу приходишь, когда ты прощение получаешь и победу над грехом, тогда что происходит? Я помню, когда у нас в 2008 году сильно-сильно Бог нас посетил, и прям такое было присутствие. Знаете, что началось? Люди стали исповедоваться. И это такое, это один из таких, ну, знаете, вот явных признаков, что это не просто, знаешь, видимое такое. Ну, знаешь, когда там, а, все-таки порадовались, все классно, ушли. А когда это действительно было очень глубокое, очень сильное посещение Бога. И люди, которые до этого, они могли жить и при этом еще грешить, после этого, после вот этого посещения, они уже не смогли. И знаете, они стали перед выбором. Прийти, открыть и победить, и сражаться продолжать. Либо продолжать, ну, знаешь как, если тебя напрягает присутствие Божие, раздражает, это первый признак, что есть грех, в котором ты не разобрался. И когда человек говорит, ой, что они там, что он там так плачет, или что его там так трясет, а что он там это, а что он там это, да? Вот, или, ну вот, я вот так не переживаю Бога, ну, задумайся, почему. И вот я помню вот этот 2008 год, когда такое было прям сильное, такие собрания, присутствие было, я помню, что были люди, которые прям вот как-то так, раз, как будто не захотели в это входить. И одна из причин, я знаю, были вещи, были грехи, когда это, когда в это присутствие они стали обличаться, и вместо того, чтобы открыть, они стали это прятать, и им было просто тяжело. То есть никто не говорил там, ой, там, все, нет, расы человека нету. И у него там свои какие-то фантазии, ну, там, придуманные какие-то истории, почему он ушел. Но я точно знаю, я не буду за всех говорить, но я точно знаю, что были люди, которые ушли, потому что им стало тяжело находиться в присутствии и продолжать жить так, как они живут. Знаете, иногда бывает, вот, ты стараешься заповеди соблюдать, но это так сложно для тебя. Да? Бывает такое? Ты прям вот решение принял, заповеди все соблюсти. Прям так тяжело. Но тут, смотрите, он говорит, и заповеди его не чешки, не потому, что заповеди другие стали, они две и остались, да, возлюбив Бога, возлюбив ближнего. Но есть большая разница. Когда в нас есть любовь к Богу, понимаешь, тогда для тебя это не становится чем-то сложным. А когда у тебя нет любви к Богу, какой ужас, да, опасно, что ты такое говоришь? Мы все тут любим Бога. Я верю. Я тоже люблю Бога. Аминь. Но иногда так бывает, что что-то мы начинаем любить чуть больше, да. Но я понимаю, что это не значит, что завтра не придет искушение. И я понимаю, что завтра, возможно, кто-то снова согрешит. Ну, потому что я реалист, я понимаю. Это не для того, чтобы ты такой выдохнул и сказал, а, ну, в принципе, если пастор сказал, что так и будет, значит, я пойду и так и сделаю, да. Нет. Я так даже скажу. Я верю, что многие из вас, вы будете свидетельствовать, да, о победе. О том, что вы справились с тем, да, с каким-то грехом, да, которого не могли. Вот. Но это не дает стопроцентную гарантию, да. Знаешь, как это, а какой гарантийный срок у этой молитвы? Все зависит от тебя. Если это, знаете, есть акция такая, если ты, ну, чуть больше там платишь, у тебя этот гарантийный срок увеличивается. Вот ты как бы его увеличиваешь, да, то есть пребывай. И вот, чем больше ты любишь Бога, да, а знаешь, любовь, она же в чем-то проявляется, да, аминь. Когда ты любишь, это в чем-то проявляется. Когда, если ты говоришь, Бог, я жажду тебя, это в чем-то проявляется. Знаете, Давид, это яркий пример, ну, поклонника, да, и мы все говорим, что, ну, Давид, да, это, ну, это поклонник, конечно, поклонник. Но если мы посмотрим его жизнь, у него жизнь, ну, такая, да, как бы, интересная, да, и характер у него такой, как бы, интересный. То он, он плачет, Бога жаждет, то он кричит, Бог, покажи, как мои враги страдают, да, просто, чтобы я видел вообще, не просто, чтобы я там, а чтобы я прям видел на моих глазах, чтобы им плохо стало, да, вот, и, ну, можно сказать, он же в Новом Завете не жил, но там тоже, как бы, заповеди-то были, да, вот, и, смотрите, и написано, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда мы любим Бога, и соблюдаем заповеди Его, любовь, ну, часто мы думаем, да, любовь это вот, ма-ма, да, но мы, ну, как бы не только, да, то есть, есть что-то более, какой-то более серьезный уровень, да, это когда твоя любовь в чем-то начинает выражаться, и знаешь, я, ну, Давид, написано, кстати, вот, я вот, ну, читаю псалмы, я вижу, что, вот у него тоже разное время было, у него и депрессии были, когда он говорит там, я вообще постель слезами там умываю вообще, страдаю вообще, мне так плохо, но я заметил, у него многое, часто псалом, он у него начинается, ну, немножко так, пессимистично, депрессивно, но заканчивается, он говорит, а я все равно буду тебя славить, и вот я верю, что поклонение, хвала, это очень сильное оружие, да, это в нашей борьбе, которую мы все имеем, да, и вот мы сейчас пойдем домой, и придет, у кого-то снова придет искушение, да, то есть, ну, мы живем в этом мире, и если у нас нету жажды по Богу, если у нас нет любви, то нам это будет тяжело, знаешь, человек крепится, 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 потом как, отпускает, нет гарантии, да, что завтра снова что-то не произойдет, но рожденный свыше человек, это не тот человек, знаешь, как бы, я вот думал над этим местописание, да, что рожденный от Бога не грешит, я бы, знаешь, как, ну, это синодальный перевод, надо, кстати, в современном посмотреть, как переводится, но я, знаешь, подумал, мы можем сказать, что рожденный от Бога, он не живет во грехе, он может согрешить, но он не может в нем жить, понимаешь разницу, понимаешь разницу, то есть, если ты сегодня рожден от Бога, то даже если ты согрешен, ты не сможешь с этим жить, понимаешь, и чем больше ты будешь к Богу приходить, в его присутствии, тем больше тебе будет дискомфортно, да, и это нормальное, ну, это нормально, знаешь, иногда люди говорят, я не, это не от Бога жить в чувстве вины, не, но если ты согрешил, это нормально, если у тебя чувства вины нет, когда ты грешишь, это вообще вопрос большой, ну, то есть, жить в чувстве вины не надо, ну, Бог тебя простил, ну, должно быть покаяние, должно быть покаяние, Вот, и я скажу последнюю мысль и закончу. И вот Давид для меня, ну и в принципе, я думаю, для всех нас, он пример как раз человека, который сильно жаждал Бога. И о нем сказано, что Давид это муж по сердцу. Деяние 13.22. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство. Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои. То есть Давид не просто был, ну у него был секрет один, да. Он не просто, знаешь, как мы иногда думаем? Вот мы поклоняемся Богу, мы так любим Бога. А что дальше? А что дальше? Если ты дальше возвращаешься и опять живешь своей жизнью, у тебя есть свои хотения, желания, и ты этим живешь, тогда вообще вопрос, ну, как бы, насколько ты вообще с Богом, реально ли ты с Богом встретишься? И насколько твоя любовь, насколько ты осознаешь, да, что любовь к Богу, это не просто, ах, как хорошо, да. Хотя это, ну, хорошо, весьма. Но есть что-то еще, да. И мы говорим, что важно строить отношения с Богом. Но в чем это выражается, отношения с Богом? В чем? Это в том, что ты приходишь к Нему и спрашиваешь, какие твои хотения Бога, твои желания какие. Я не хочу просто, знаешь, как, иногда мы, христиане, как это, верим больше в Санта-Клауса, чем в Бога, да. Типа, ну, давай мне подарки, да, я хорошо себя вел весь год. Я даже почти не грешил. Ну, по крайней мере, по сравнению с прошлым годом, да, чуть лучше. Поэтому дай мне что-то, да. Но это неправильно. Ну, это как бы, это не те отношения, которые должны быть у нас. А любовь, это когда я прихожу к Богу и говорю, Бог, какие у тебя желания? Я хочу исполнить твои хотения. Не свои хотения, а твои хотения. И вот когда наше сердце в таком положении, да, тогда мы и жаждем Бога. Знаешь, мы иногда, ну, ты можешь задать вопрос, ну, а почему у меня жажды нет по Богу? Вот я живу, у меня что-то вообще фиолетово. Ну, так ты разберись со своими желаниями. Ты разберись со своим сердцем. Может быть, там, ну, просто вот какие-то свои желания остались, а Божьих нет. А они есть, ну, вообще в целом у Бога есть желания. Если ты, может, для кого-то сейчас будет откровение, это хорошо. То есть ты на этой земле не просто так. Там не результат, некоторые верят в эволюцию. Оказывается, еще до сих пор. Я говорю, реально. Недавно общался просто с неверующим человеком. И люди реально верят. Но я говорю, ну, это удобно с другой стороны. Знаешь, как ты ответственность не несешь. Ну, а что ты перед вселенной, там, перед эволюцией, что ли, перед Дарвином или перед кем? Или перед обезьянами, от которых ты произошел? Ну, ты же ответственность не несешь. Ты живешь, как хочешь, и все. А если ты в Бога веришь, это уже накладывает определенную ответственность, уже много вопросов появляется. Понимаешь? Христианство, это вообще-то так-то неудобная религия. Ну, если так, да? Вообще неудобно. Вообще некомфортно. Мало того, что пожертвование постоянно собирает, да еще несколько раз, да? Еще там скинься на все, да? Ну, о чем пастор проповедовал недавно, да? Так еще тебе постоянно говорят, что, слушай, не надо свои желания, надо Божьи желания. Слушай, да, короче, сколько можно уже? Слушай, но в этом, в этом и суть, да, жизни с Богом. И когда твои желания меняются, тогда и жажда приходит. Тогда и жажда приходит. Тогда тебе уже, тебе не хватает. Ты говоришь, Господь, ну, чтобы твои желания исполнили, надо много присутствия. Надо движение, надо, чтобы жажда была по тебе. Потому что, ну, своими силами, ну, не исполни. Ты можешь хоть сколько пытаться, ну, стать хорошим, но ты не сможешь. Да? Стать святым мы не сможем. Мы только можем осветиться в его присутствии. Мы только можем победить что-то, когда мы приходим к нему. Аминь. И вот эта жажда, она в нас тогда появляется, когда в нас появляются его желания. Когда мы перестаем вселенную вращать вокруг себя, да, а начинаем к Богу приходить, Ему вопросы задавать. Так все же, Господь, для чего ты меня спас? Зачем вообще? Что ты хочешь? И я верю, что, знаете, и, ну, кто-то может сказать, пастор, вот пред Богом говорю, так и живу. Вот не знаю, как остальные, вот вообще своих желаний не осталось, только Божьи. Но даже в этом мы можем возрастать. Понимаешь? Даже в этом мы можем больше жаждать. Хотя, ну, может быть, таких и нет. Может быть. Все чуть-чуть, маленько своего еще желают, да? Вот. Мы будем надеяться, что не так, конечно. Но даже в этом, когда, казалось бы, да, уже все, ты с Богом. Есть ситуации, да. Может, знаешь, как еще может? Сегодня у тебя вау, да, и ты все классно, аллилуйя, да. Такого Бога жаждешься, сука. Хотя, кстати, наоборот, знаете, я заметил. Вот когда у тебя все вниз, куча там давления, проблемы, ты Бога начинаешь жаждать сильнее. А когда у тебя все вау, вверх, ты такой маленький как бы становишься, ну типа все классно, что-то уже как бы на молитву, да ладно, что там, ну пусть собираются там, кто сильно нуждается, у меня что-то все нормально, не пойду. Да, и нам, ну мы смеемся, да, но это где-то так и есть. Понимаешь? Ну скажи честно, ну это где-то так и есть. А вот когда проблемы, когда, тогда мы прибегаем. Ну я, знаете как, я верю, что мы с вами, мы же растем духовно, да, мы же должны духовно расти. Вот я верю, что этот рост, это когда мы к Богу будем приходить не из-за проблем, а просто, потому что мы его любим, аминь. И знаешь, я тоже себя вот намысленно доловлю, вот я молюсь, и у меня все молитвы, они такие, ну есть знаете, стратегическая молитва, ну это когда мы все благословляем, это важная молитва, сто процентов, да, то есть я верю. Особенно сейчас кто в лайфскул учится, да, там тема анимизм, да, это все как бы духовный мир, как бы завертеть маленько духовный мир, как бы, да, вот это важно. Вот, главное, чтобы по воле Божьей, да, опять же, чтобы его желания не свои, да, а то мы иногда такие, это, готовы молиться, прорываться за свои желания, да, долго, да. Вот, а есть молитвы, это когда ты ничего не просишь у Бога, понимаешь? Да, когда ты приходишь к нему не потому, что тебе что-то нужно, если бы твои дети приходили к тебе только потому, что им что-то от тебя надо, я не думаю, что ты бы прям сильно бы так радовался, да, был бы счастлив и говорил, у меня такие потрясающие дети. Нет, ну классно, когда дети просто к тебе приходят, да, папа, мама. Я верю, что, ну, мы дети, да, Бога Отца, я верю, что Богу приятно, когда мы просто к Нему приходим, не потому, что нам что-то нужно, а потому, что мы осознаем, кто Он есть. Ну, а потом что-то попросим еще. Ну, не принципиально. А знаешь, я замечал, ты когда приходишь, ну, допустим, с нуждой какой-то, да, но ты говоришь, Бог, я не буду ничего просить, просто хочу попоклоняться, просто быть в твоем присутствии. Ты мне, наоборот, скажи, ну, что, как бы, да, может быть, что мне делать или как бы, что мне изменить, там, что поменять, что не так. Просто направь меня, да. И ты вдруг видишь, раз, и как бы, и нужда решается. И уже проблема какая-то не проблема, да. И вдруг, раз, Бог тебе какой-то выход показывает, что ты еще делаешь. Ну, то есть, какая-то движуха начинается. Потому что Бог говорит, да, я твоего прошения знаю, в чем ты имеешь нужду. Что ты будешь, я не знаю, что ли. Поэтому, друзья мои, я верю, что очень важно, чтобы в нашем сердце появлялась жажда, но она будет появляться тогда, когда мы будем исполнять Божье хотение, Божье желание. И вот, когда в нас появляется это, тогда и меняется что-то. Тогда мы начинаем жаждать Бога. А пока мы живем, и мы к Богу приходим, и для нас церковь – это место, где мы просто вот, ну, как-то свои нужды покрыли. Рано или поздно, знаешь, человек разочаровывается. Человек разочаровывается. А Бог же, Он такого возьмет и не ответит. А возьмет еще хуже сделать. Ну, а что нет? Конечно, не, не, Бог не такой. Сейчас я говорю, о, там чувствую, в смысле хуже. Ну да, прикинь, бывает такое. Ну, почитай книгу Иоа. Да и, в принципе, да, бывает жизнь всякая. Бог по-разному нас проводит. Потому что для Него не так важен наш комфорт. Да, для Него важен, а для Него что? Наше сердце. И если Бог видел, что сердце Израиля, евреев, прилеплялось к чему-то другому, что Он делал? Да. Он, знаете как, Он не садился с ними и не говорил долго, и не объяснял им долго. Он не говорил, ну, зачем вы так делаете? Ну, не надо. Ну, это же неправильно. Нет. Он просто однородный. Ну-ка, быстро. Мечи достали. Ну-ка, захватите их. И все. И Израиль все понимал. Но я верю, что, знаешь, я верю, что мы с вами призваны к тому, чтобы, ну, нам не надо, да, вот сегодня какой-то там сильно, чтобы хуже стало, да, чтобы мы к Богу жаждали. Ну, не надо. Я верю, что любовь, она в этом и есть любовь. Это когда твоя жажда, она наоборот. Вот, когда все хорошо, а ты еще больше Бога жаждешь. Ну, это фантастика вообще. Не, я верю. Я верю. Потому что, друзья мои, когда у нас появляются желания Божьи, мы понимаем, что без Него мы их вообще не сможем исполнить. Вообще. Да? Вообще не сможем. Потому что иногда смотришь, и можно в депрессию впасть. А когда Бог приходит, вообще нет депрессии. Наоборот. Да. Все, что ты там. Тебе казалось, ой, все как плохо, Господь, это невозможно. Ой, не, не, не. Это никогда не покается. Это никогда не произойдет. Там и так далее. А приходишь к Богу, и вдруг раз, да, Бог тебе, опа. И говорит, ну ты же покаялся. Ты же покаялся. Ну если ты покаялся, ну как ты думаешь, другие смогут? Я иногда молюсь, говорю, Господь, ну ты же как-то привел меня к себе. Ну приведи его тоже. Как-то же ты меня вот как-то, хотя я не хотел. Аллилуйя. Давайте мы встанем. Давайте мы еще помолимся. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. О, Иисус, спасибо Тебе. О, мы так жаждем Тебя, Господь. Боже, пусть будет больше Тебя, Господь, в нашей жизни. Пусть будет больше Тебя в каждом дне, Господь. О, Боже, дай нам осознавать, как Ты велик Бог. Господь, дай нам осознавать, как сильно Ты любишь нас, Господь. Боже, дай нам иметь в сердце Твои желания, Господь. Боже, дай нам вопрошать, что Ты хочешь сегодня. Как Павел, который встретил Тебя, он задал два вопроса. Кто Ты и что повелишь мне делать? Господь, дай нам познавать Тебя, Твой характер. Боже, и дай нам познавать Твою волю, Господь, чтобы нам совершать то, для чего Ты призвал нас, Господь. О, мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. О, спасибо Тебе, Господь. О, за все, что Ты совершаешь, Господь. О, пусть это жажда в наших сердцах. О, дай нам возгревать ее еще больше, Господь. Дай нам видеть, дай нам возрастать, Господь, в этой жажде по Тебе, Бог. Спасибо Тебе, Бог. Мы благодарим Тебя. О, за все, что Ты делаешь, за все, что Ты совершаешь, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. О, мы молились Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа.